В минувший субботний день новошахтинцы высказали свою любовь к автомобилю. В наши дни автомобиль это и средство передвижения, и роскошь, и предмет воплощения собственной фантазии. Эти мастера преобразуют изделия отечественного автопрома и доводят до совершенства идеи конструкторов. И если одни с помощью тюнинга делают свою машину непревзойденной красоткой, то мастера новошахтинского автотранспортного техникума удивительным образом превращают девятку в гоночный автомобиль. Этот автомобиль необычный, потому что мы влаживали в него душу, силы, для того, чтобы он участвовал в гонках на 402 метра. Она технически полностью усовершенствована, полностью стоит, начинка совсем другая, как и, допустим, во втором автомобиле ВАЗ-2121 Нива. Самое главное в драгрейсинге, это строился проект для драгрейсинга, максимально облегчить вес. То есть достигнуть максимально хорошее время, надо первый тюнинг, это облегчить. То есть облегчаем, далее доработка двигателя, трансмиссии и т.д. и т.п. А где же вы ее прогоняли? Какую скорость она дает? Желаемый результат, наверное, 12,5 секунд, 402 метра проехать. Нива, наш проект, это в другой класс идет, в Анлим, это без ограничений, потому что там мощность за 600 лошадиных сил. Отечественные дороги требуют от транспорта выносливости. А если вы хотите отправиться на охоту или рыбалку, то без такого автомобиля просто не обойтись. Создавался с целью отдыха, туризма, путешествий. Он сделан для отдыха. И в принципе мы, как я, техслужба нашего клуба. Я всегда как эвакуатор и спецмашина у меня получается. Тюнинг, это понятно. А вот автозвук, это на любителя ездить громко. Случается так громко, что удивительно, как выдерживает такую нагрузку сама машина. Нормально, ну чуть-чуть трутся двери, а так нормально. А вообще, ну как бы много ребят, которые находятся на площадке, они просто делают для себя. Это хорошее хобби такое интересное. Красиво, громко, это для шоу и конкурса. Победителя по числу децибел определяет специальная комиссия. А многие участники здесь ради рекламы. Правда, хороший звук и красивый тюнинг обойдется в копеечку, которая в итоге потянет на миллион. Но если вы все же успели позавидовать всем этим увлеченным людям, приходите учиться в Новошахтинский автотранспортный техникум. Вас научат, как переоснастить свой автомобиль. Кстати, его руководство второй год подряд в такой форме проводит День открытых дверей. Наши студенты, придя учиться по профессии автомеханик, слесарь по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, они сами в неурочное время начинают заниматься переделкой этих автомобилей. Потому что они видят, что из машины обыкновенной можно сделать прекрасную машину, которая будет совершенно необыкновенная. Все доработки проходят у нас непосредственно на кружке тюнинг автомобилей под руководством преподавателей и мастеров спецдисциплин. Кроме того, что студенты работают с мастерами и преподавателями, еще и сами преподаватели подготавливают автомобили для участия в гонках. Плюс в этом году на нашем фестивале мы в новую номинацию ввели мото. Но мотоциклов пока немного. Хотим видеть, конечно, кастомные проекты, потому что студенты автомеханики начинают с мопедов, мотоциклов, мотороллеров, и потом уже автомобиль, потому что это более высокая стадия завершает наше мероприятие. Победители этого фестиваля получат вот такие замечательные призы, изготовленные в мастерских техникума. Несмотря на то, что участниками фестиваля стали жители Ростовской области и юга страны, новошахтницы не ударили в грязь бампером и заняли призовые места. В номинации «Тюнинг» второе место завоевал Дмитрий Антонов, автотранспортный техникум, а третий – новошахтинец Влад Аржиховский. В номинации «Тюнинг Реста» второе место занял выпускник техникума Артем Бридшнайгер, а третий – Игорь Иванищев. В номинации «Стайлинг» третье место у Максима Медведева, а в номинации «Ретро» победителем стал владелец «Джипа Виллис» Владимир Родичев. Но праздник любви к автомобилю на этом не закончился. Публика плавно переместилась к площадке гипермаркета «Лента», где составился тест-драйв, организатором которого выступила ООО «Интерфейс». Главная цель тест-драйва – это собрать несколько автосалонов, чтобы каждый автосалон предоставил порядка пяти машин. Вот сегодня на площадке около 30 машин. Для того, чтобы каждый житель города мог лично тут на одном месте ознакомиться с различными моделями, с различными марками, ознакомиться с их техническими характеристиками, самостоятельно пройти тест-драйв на этих машинах. То есть, если кто-то захотел купить машину, и у него перед ним стоит выбор, ему не нужно ехать в Ростов по нескольким автосалонам. В данном случае автосалоны сами приехали к нам. Машины на этом празднике выполняли все роли. Фура превратилась в сцену, трактор и компания «Агросервис» ввели декорации к ней, а спецтехника поисково-спасательной службы стала познавательной площадкой. На этот раз организаторы решили сделать тест-драйв настоящим праздником. На сцене выступали юные артисты Центра развития творчества и танцевальной школы «Виктори». Незаменимыми помощниками стали волонтеры отдела по работе с молодежью. Свою рекламную кампанию активно продвигали автосалоны области, предлагая всем заинтересованным пройти тест-драйв. Многие новошахтинцы воспользовались предложением и прокатились по улицам города на новеньких автомобилях. А значит, не за горами покупка, и автолюбителей в Новошахтинске станет больше. Продолжение следует...